Юрий Шостаков и Сергей Куликов в Луганской и Донецкой области с гуманитарным грузом ездят практически с начала спецоперации. Возят и личные посылки бойцам от родных, и то, что просят командиры. Помогают и гражданским. Мы на склады не возим, передаем только в руки. У нас бывает по 18-20 точек, откуда такие длинные у нас время пребывания там. И наматываем по 8 тысяч километров именно по территории ЛНР, ДНР. Что касается военных, это, естественно, наша 98-я дивизия. Те места, где наши ребята мобилизованы и более всего сосредоточены. Что касается гражданских объектов, то мы сейчас плотно вообще взяли под свое крыло детский дом в поселке Краснодон, центр интеграции бездомных в городе Луганск. Вот и в этот раз заезжали к ребятам из Краснодона. Да не одни, вместе с ними в непростую поездку отправились артисты Ивановской филармонии. С Алексеем Подшиваловым договаривались о концертах для луганских детей и бойцов в госпиталях и на передовой еще летом. За пару дней до отъезда узнали, что поехать хочет и солистка Елена Лихачева. Отговорить ее не удалось. Не удалось даже убедить не брать с собой концертное платье, о чем, впрочем, никто не пожалел. Мы пришли в бледажи. Ну, чего, как? Ну, все, давайте, так, мне дайте там три минуты, Елена, там, пять или три минуты, ну, вот, выходит в платье опять в своем. Ну, это же, ну, здорово. Выходит к парням, ну, и начинает различные песни, там, и «Синий платочек», то есть, ну, и много-много различных хороших песен, там, и «Дорога», и там, длинные, там, как там. Ну, то есть, вот, ребята сначала просто-просто хлопали, да, было интересно, ну, и все, следующие, там, от третьей, четвертой песни они начали вместе с нами бить. Целую ночь Соловейном насвистывал, О, как молчал, и молчали дома. Артистов в Луганской и Донецкой области Михаила Сергея возят уже почти год. Сейчас частная инициатива переросла в проект Народного фронта «Агитмобиль Победа». Гуманитарщики говорят, что концерты очень поддерживают и гражданское население, и, конечно, военных. Их ждут с нетерпением. Я русский солдат, я русский солдат, это родины звание, твое и мое. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».